Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Люба Дикер, а это моя замечательная ученица Анжелика Фролова. Она певица и участница проекта «Голос». Расскажи, пожалуйста, как ты вообще ко мне пришла? Ты же вроде рисовать не умеешь, но ты хочешь научиться рисовать. Да, на самом деле, я всегда очень хотела попробовать и, я не знаю, испытать, каково это, что-то создать своими руками. И, конечно, я очень благодарна за то, что ты откликнулась на мою просьбу и поможешь мне. Да, я тебе помогу, ты не бойся. Она волнуется очень сильно, потому что правда пришла и сказала, что рисовать не умеет никогда. Пробовала. Но сегодня у нее получится вот такой вот классный песик. Я думаю, даже лучше будет. А мы потом, друзья, вы запомните, мы потом сравним, насколько получится песик вообще солнышко или лошадь. Ну, даже если получится лошадка, это будет оригинальная картина, все равно очень клёво будет смотреться. Ну, я думаю, в конце концов, мои друзья, мои родители точно скажут, да-да-да, это сто процентов собачка. Да-да, чтобы тебя не расстраивать, скажет это собачка. Хорошо, мы начинаем рисовать. Приступаем. Для начала я выдавила краску. Это масляные краски. Называется там белево, кадми желтый, кадми красный, запоминай, кадми оранжевый, розовая, бирюзовая, ультрамарин, это синий цвет, коричневая и индиго, это черный цвет. Вот у нас такой. Вот таких красок нам, в принципе, достаточно будет для того, чтобы написать эту картинку. С чего мы начинаем рисовать щенка? Для начала нам надо приблизительно измерить его пропорции, да, найти его расположение в картинке. Здесь квадрат, поэтому мы отсекаем боковые части, нам не так важен фон, как вот расположение щенка. Посмотри, над головой у него сколько пространства? Примерно вот столечка, да, можно измерить? Ну, мне кажется, мы можем просто все пространство разделить на равные доли, да? Можно, да. Например, равное вот этому пространству. Да, но здесь можно делать на глаз, на самом деле, потому что приблизительно очень располагает. Я приблизительно сюда намечу, да? Лапки тоже примерно такое же расстояние занимают, примерно здесь, да? Теперь смотрим всю высоту щенка. Вот от лапок до макушки отложили с помощью палочки кисточки, да? И посмотри, сколько раз он помещается в высоте картины. Вот у нас высота картины. Раз, где-то один и чуть-чуть меньше, чем половина, и одна треть, да? Один и одна треть. Мне как-то еще раз. Давай еще. Смотри, вот я откладываю от лапок до макушки. Видишь, отложила палочкой? Да. Теперь эту я палочку прислонила сюда. Смотри, один и три, да, примерно? Да, да, да. Примерно один и три. Здесь у нас не хватает палочки, но приблизительно, да? Вот, приблизительно у нас все получается, да, примерно? Да. Примерно вот такого размера. Отлично. Теперь, зная высоту щенка, вот мы ее нашли, мы можем по центру, он у нас будет располагаться по центру. Провести линию вертикальную, это, знаешь, такая вот вспомогательная линия, которая нам не дает, например, его скосить, да? Что-то из-за голова будет у него по центру, но не сбоку где-то, да? Чтобы он у нас не заваливался. Это как рисовать вазу, да? Если ты не делаешь центральную линию, у тебя ваза вся клевая получится. Вот так. Да, теперь мы смотрим ширина головы его и высота головы. Находим сначала высоту. Приложили от подбородка до макушки и к высоте щенка. Смотри, равно от лап до подбородка, равно голова, да? То есть мы вот эту часть, высоту, равно по полу, да, извините. Так, палочку приложили. Раз. Чуть-чуть повыше. Раз. Класс, да? И теперь ширина головы, смотрим, без ушей пока. Без ушей, да. Раз. И к высоте головы мы уже нашли голову, высоту. Раз. И одна треть, да? Да. Один раз и одна треть. Ну, примерно вот столичка у нас получается. Да. Столичка, ширина ровно по центру вот располагаем. Раз. Точку поставили. Тела. Не вот так, да? Не вот так. Да. Вот так. Вот у нас голова. Теперь прорисовываем шарик. Это череп имеет форму шарика. Нарисовали шарик. Теперь мы смотрим уши. Теперь ширина ушей. Она не одинаковая с двух сторон, да? Это ухо выпирать сильно. Это идет поменьше. Ну, сейчас мы измерим. Давай мы посмотрим. Так, где-то до середины головы, да, доходим? Да. Вместе с ушами. Вот сюда. Ушки. Значит, это сильнее выпирает. А это у нас меньше выпирает. Поставим точку. Нам не обязательно прям 100% попадать в рисунок, да? Мы можем по словам сделать. Ну, примерное измерение вот эти вот все должны быть. Пропорции. Ну, да, это нас ориентирует. Конечно. Так, вот здесь у нас выпирающая ухо. Это потом мы нарисуем. А теперь нам надо найти челюсть, да? Вот мордан. Беременькая челюсть. Давай посмотрим. Так, где у нас находится ширина вот этой вот мордахи? К высоте примерно половинка, да? Чуть-чуть побольше. Попал, ну да. Половинка чуть-чуть больше. Давай вот здесь посмотрим. Ну, примерно вот так вот. Половинка чуть больше. Вот. Ага. Да? Ну, и такая же часть сюда откладывается. И потом мы все соединяем. Пока приблизительно. Вот мордахи, да? Уже похоже. Да. Очень приблизительно. Смотри, теперь посмотрим глазки. Ширина глазок. Ого. Так, раз. Посмотрим, сколько же в линии глаз идет, да? Да, сколько. Которая, кстати, где она у вас будет находиться, середина глаз. Линия. Примерно чуть-чуть выше серединки. Да, да, чуть-чуть. Так, давай посмотрим. Где у нас море? Примерно. Да. Чуть выше серединки. Я думаю, что вот это здесь. Так, вот тут будут глаза. Только глаза ширину теперь мы измеряем, сколько раз они, например, у нас помещаются. Давай, 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 проверим по ширине головы. Раз, два, три, четыре. Где-то чуть-чуть. Раз, два, четыре раза. Ну, получается, что у нас, грубо говоря, пополам сбоку. А, нет. Вот смотри. Так как она немножко... Вот эта часть делится примерно на четыре раза. Да, да. Вот, видите, вот это вот расстояние, да? Одна четвертая, это серена глазика. Но между глазами, чуть-чуть пошире, да, конечно. Глаза расходятся вот чуть-чуть дальше от центра, да? К краям. Да, да, да. И они почти шарики, вы прости? Да. Почти шарики. Но шарики, которые мы потом веками прикрываем. Смотри, шарик, да? Да. Но веками он прикрывается. Вот так. Да? Да. Здесь у нас уголок, здесь уголок. Чуть-чуть уголки под наклоном. Они не прямые, чуть-чуть под наклоном. Сейчас ты второй глазик нарисуешь. Так, смотри, а носик у нас по ширине, если палочку провести от края носика до глазика, смотри, прям как раз уголок глаза попадает. Да. Если здесь у нас уголок. Правила, значит, здесь будет заканчиваться нос по краям. Да. Так, ширина носа. А носик примерно, примерно, вот на таком расстоянии, на небольшом, да, то есть у него крючочек был. Да. Пошли, да? Примерно подбородочек. А вот здесь у него начался носик. И носик давал высоту измерить. Довольно крупный нос. Вот такой. Так подбородка. Раз, два, три, четыре. Четыре. Носа. Примерно четыре носа. Тут все очень просто. Можно измерить с помощью всяких этих дополнительных. Ну, примерно, вот, одна четвертая часть. Вот высота у нас. Сота носик. Вот он. Хорошо. Нечтенную с лишним. Прямый? Да. Попробуй нарисовать. Мы сейчас ушки и второй глазик, да? Вот, как шарик такой. И вот эти, веками прикрытые. Да. Вот у нас это состояние. Ушки, посмотрите уже, откуда начинаются. Одно выше, другое ниже. Прямо у нас веками здесь не прорисовывать или как? А ты его пока не прорисовывай, ты его просто наметь. Прорисовывать мы будем потом уже. Пока намечай. Как? А ты левша, да? Я левша. Левша, кстати, очень творческие и талантливые люди. У меня вот сестра лежит. Ну, не знаю. Нормально, нормально. Мы потом в конце мастер-класса это обсудим. Так, а что мы рисуем? Ушки, да. Ну, я тут... Ориентируйся, да, вот у тебя затылок заканчивается. Немножко ниже чуть-чуть, да. Вот тут между ними такой треугольник, да, получается. Да. Смотри. Да, ориентируйся. А может, либо измерять нам нужно все. А может, не измерять, не надо измерять. Мы вот нашли выпирающую часть, да? Да. Можешь посмотреть, вот смотри, краешек уха доходит до носика или не доходит. Вот линию провели. Да, дошел прям четко. Значит, вот этот верх, да, вот этот верх, это край. Так. Можешь чуть-чуть ниже вы сделаете. И такой же вы сделаете. Да, вы заправились. Ну, ты тут уже на глаз сделаешь, потому что ориентироваться... Ну, мы вот так и определили, грубо говоря. И у нас слуха такой же ширины вот этого вот. Расскажи, пожалуйста, как давно ты стала заниматься музыкой? Я занимаюсь музыкой с детства. Популярный вопрос. Нет, ну, мне кажется, это нормально, потому что, когда ты знаешь то, чем ты хочешь заниматься всю жизнь с детства, то, мне кажется, у тебя гораздо больше времени для того, чтобы узнать, насколько ты в этом вообще можешь простыться что-нибудь. Насколько это твое? У тебя сразу появляется время для того, чтобы отвечать на те вопросы, на которые многие люди... Ну, просто, вернее, которые многие люди даже себе не успевают задать, и все скажут. Поэтому, да. Я согласна. Сразу спрашиваю тебя, со скольки лет ты начинала рисовать? Ну, я отвечаю просто с трех лет, вот как всегда помню. Потому что я рисовала всегда. Наверное, ты тоже пела песни, еще совсем маленькой, наверное, выступала на каких-то домашних концертах. Ну, это определенно. Мама говорит, что я постоянно что-то намурокила. Но дело в том, что мне очень повезло. У меня родители с таким, папа, с мамой, они с таким очень хорошим чувством вкуса музыкального. И, например, папа говорит, что, рассказывает, что я засыпала исключительно под дизиток. Класс. Вот, при том, что я была очень спокойным ребенком. Мама говорит, то есть мы спали, вообще себе ни в чем, как говорится, не отказывали. Мне кажется, ты была спокойной, потому что размышляла. Знаешь, тебе некогда было кричать, ты думала так, как взять эту ноту красиво. Ты просто так не кричала, ты кричала красиво. Сразу петь не ждала. Кроме того, я поняла, что, а чего кричать? А чего кричать? Да я буду петь сразу. Примерно одна треть вот этой части у нас идет вот с этим таким выпиранием. Это линия, где начинают выпирать лапки. Да, да, да. Такие углы лапок. И он у нас как раз на уровне ушек. Вот где-то приблизительно. На уровне ушек приблизительно, да. Вот примерно вот здесь и заканчивается. Вот. Соединяем. Тут выходит линия у нас над носом. Да, чуть-чуть? Вот соединили. Смотри, как у нас с дома получается. Потом лапка здесь чуть-чуть сужается вниз, да. Немножечко уже становится. Здесь у нас грудная клеточка проходит, да. Беленькая такая, да. Тут у него лапочки сидят на попе, да. Сзади лапки. Да. Здесь у нас тут тоже над носиком. Ширина лапок приблизительная, да. Давай измерим ширину лапок. Там, например, в высоте от подбородка до носика примерно вот такая ширина у нас. Смачиваем развалительную кисточку. Вот. И соединяем. Лапка пошла сюда вниз. Чуть-чуть сузилась. Раз. Дальше. Дальше. Да, расширилась вот таким образом. Рисуем пока вот такой ованчик, да, или шарик. Кузочек ованчик. Вот лапка одна. Вот лапка. Раз. Раз. Дальше. И потом нарисуем пальчики один. Мне нравится, когда профессионалы рисуют. Ну, подожди. Научишься у меня рисовать, будешь потом свои картины делать, выставки. Ну, это интересно. Да, это мне было очень интересно. Мне всегда было интересно познание. Мне кажется, это же все, это, по большому счету, работа мозга. Да, ты права. Ты анализируешь. Во-первых, очень внимательные художники. Мы иногда замечаем то, что другие люди мимо пройдут, никогда не заметят. Цвета. У меня даже ученики уходят от меня. Говорят, боже мой, я иду по улице, смотрю на небо и думаю, что надо смешать ультрамарин с белым. И немножко охры добавить. Я говорю, ну, поздравляю, теперь ты художник. Ну, вот сложный. Давай, давай, ничего сложного нет. Вот видишь, я тебя отвлекаю разговорами, и ты делаешь, даже не задумываясь сильно. Здесь тоже надо отключать, наверное, как и в пении, отключать вот эту думку, да, сильно придумать. А работать вот от сердца, от души, что у тебя есть? Ну, там, нет, там от сердца, от души получается очень после. Ну, это после, когда ты, конечно, уже умеешь это делать. В первую очередь, конечно, это колоссальный труд. И как однажды мой друг, очень близкий друг, он очень хотел научиться петь, и всё ему никак не удавалось. Ну, это тоже такое, найти своего преподавателя, человека, который тебя приведёт к этому, это очень, очень серьёзный процесс. Вот, и однажды он мне признался, будучи в достаточно ранимом состоянии, он мне признался и сказал, «Господи, если бы я когда-нибудь мог подумать, что петь это так сложно, хотя бы потом он заплакал». Да, заплакал. Да. Вот, но надо сказать, что он не бросил, и сейчас делает огромные успехи. А ты вообще как попала на голос? Интересно, потому что, мне кажется, туда просто очень сложно и нереально попасть. Столько желающих, там, тысячи людей всегда приходят на прослушивание. Как тебе так повезло? Ты была лучшая? Ну, мне, конечно, хочется верить, что я была там лучшая, но я разумный человек и прекрасно понимаю, что в нашей стране настолько много талантливых людей, что говорить о том, что кто-то лучше. Ну, это просто как-то, не знаю, даже несправедливо, пожалуй. Вот. Но на самом деле, скажу честно, сама судьба, мне кажется, ввела меня к голосу, потому что со мной произошла какая-то очень интересная история. Да, я вижу в этом сходство, может быть, вы слышали с притчей о трёх лодках, когда... Напомни. Человек очень... А, началось... Он был очень верующим, вот, и началось наводнение. Вот. И он сидел на крыше своего дома и молился, и просил Бога, помучай ему. Вот. К нему подплыли соседи на одной лодке, сказали, давай прыгай к нам, мы тебя выберём. Он, нет, Господь не поможет. К нему плыли, подплыла вторая лодка, произошло то же самое, мужчина ответил то же самое. Третья лодка подплыла, и он также её пропустил. Мужчина утонул. О, Боже. Вот. Но и попав к нашему Создателю, он спросил, ну как же, я всю свою жизнь, да, так верил в Тебя и так был честен перед Тобой. Господь ему сказал, так как же не помог, я посылал Тебе три лодки. Тебе три лодки, вот так и бывает, да? А как с тобой? Со мной произошло, по большому счёту, то же самое. А где-то ещё, когда только-только, я так понимаю, что проект «Голос» стали как-то, ну, замыслили, и уже стали как-то думать, как проводить кастинг, его объявили в некоторых там соцсетях, но ещё такую широкую рекламу не давали. То есть это вот как-то так, пока очень, ну, тихо как-то, да. Ну, робко, да, началось. Началось, мне позвонил мой друг, вот, и он сказал, он мне рассказал, что Первый канал делает какой-то музыкальный проект, вот. И говорит, давай, отправляй туда заявку, и, может быть, тебе повезёт. Вот, ну, я ничего не отправилась, честно. Ну, я как-то просто подумала, я тогда ещё была на 20 килограмм аппетитнее, да? Вот, ну, это тоже целая часть моей жизни, вот. И вот, значит, сейчас, секунду. Процесс сложный. Очень сложный, очень сложный. Да. Ох ты, моя бедняжка. Ну, ладно, ляпы, как это, как получится. Моя бедняжка, что ж ты. Ну, ладно, ну, уже хотя бы с лапами, и, слава богу. Да, делаешь по-своему. Да. Вот. Ничего не отправила я, потому что подумала, ну, проект, как правило, стандартный, требования, как правило, стандартный, форматный. И, соответственно, я совершенно в них, ну, вот, просто не отписываюсь никак. Поэтому никакого смысла там в моём участии я не увидела. Наверное, ты себя неуверенно почувствовала, да, в этом моменте? Ну, то есть не была уверена. Нет, не то, что была уверена, неуверена. Ну, просто есть в каждом свои, там, ну, в каждой индустрии свои переломы. И всё. Я поняла. И что бы ты там ни делал, сколько бы ты там ни боролся с этими витринными мельницами, это есть, и всё. И, ну, без этого никак. Это закон профессии. А мы, собственно говоря, мы уже, там, как-то у нас стало всё интересно развиваться в Европе. Мы стали там занимать даже какие-то места в чатах с нашей музыкой. Поэтому, ну, в принципе, там сказать, что мы сидели как-то так и грустили, ну, я тоже не могу. Поэтому я как-то так подумала, да, ну, ладно. Ну, ерунда. Да. Да, это не для меня. Ага, это была первая лобка. Это была первая лобка. Потом, значит, однажды у меня был концерт с моим прекрасным джазовым брендом. Буквально там, ну, через пару недель, вот, в таком культовом достаточно месте. Несмотря на то, что оно недавно работает, но оно действительно успело стать культовым. Вот. И, значит, после концерта ко мне подошёл молодой человек. Молодой человек был не очень, на самом деле, трес. Вот. И он сказал, что, знаешь, у меня мама работает на, делает первый канал, новый проект. И мама работает, они кастинг открывают. Она как раз, она работает кастинг-менеджером. То есть она подбирает людей, приглашает их. Я говорю, знаешь, что ты как раз тот человек, ну, который подходит. Который подойдёт, да. Да, под требования. И запиши номер мамы, позвони и скажи, что, мол, её сын отправил меня к ней. Ну, я, конечно, телефон, он меня заставил записать. Но это, разумеется. Но ты сделала это неохотно? Нет, да. И совершенно я не собиралась звонить, потому что я подумала, господи, я буду звонить взрослому человеку. И что я скажу вообще? Откуда ты знаешь моего сына? Да, и это всё выглядит, конечно, очень странно. И он был пьяный. Да, очень странный. И что он обо мне вообще подумал? Ну, слушай, такое ощущение, как будто правда, Бог к тебе подкидывал вот с этого пьяного человека, подвёл вроде... Нет, он же именно не был пьяный. Ну, просто человек отдыхал. Нет, ну всё равно, как бы ты не очень-то поверил, он как бы испытывал тебя, да? Поверял, да. Насколько ты вот хочешь, да, чтобы поверишь ли ты вот такому человеку неожиданно, да, подошедшему к тебе где-то на отдыхе. Нет, после концерта, после. Ну да, после, ну он отдыхал ты человек, да, то есть как отдыхающий человек и вдруг предлагает такой вариант. Да. Ну, прошла неделя. Через неделю я пришла вновь в это место, но уже на концерт своих коллег. Ну вот, ко мне подошла его мама, потом я услышала. Всё, тебя достали. Она сказала, где твоя заявка? Ага. Почему нет твоей заявки? А откуда она? Он фотографии показывал? Нет, я объясню. Потом мы просто выяснили, что это его мама, спустя долгое время. А мне так стало неловко, она говорит, ну, фу, ты почему не подаёшь заявку? Все подали, а ты ещё не подаёшь. Я говорю, да у меня там записи не прикрепились, а у меня. И мне тогда она ответила, она говорит, какие записи? Мы к тебе ходим уже год на концерты, мы знаем кто-то, мы знаем, что ты умеешь петь. Приди и попробуй. Ну, так уж сложилось, что когда я пришла на кастинг, нас уже, меня одну не прослушивали, нас сразу прослушивали вдвоём с Виком, вот, и мы понравились. Вот, и нас взяли, потому что, ну, на мой взгляд, конечно, первая наша песня была неудачная, но вторая очень даже ничего. Вот, ну и всё, завертелось, как-то закружилось. А потом уже за второй раз, конечно, это был нонсенс. Но, не знаю, мне кажется, это просто, я знала, что мне нужно там быть, и всё. Смотри, теперь наступает самый интересный момент. Сейчас мы начинаем вот таким инструментом под названием мастер-хил. Видишь, такая лопаточка. Начинаем закрашивать пятнами отдельные цвета. Например, берёшь красный цвет, закрашиваешь, да? Берёшь жёлтый, закрашиваешь. Белый мы пока не трону, он будет в конце. И чёрный тоже мы будем в конце. Серый цвет, да? Вот сначала начинаем с тех цветов, которых больше. Да. Потом идём тем, что поменьше. Ну, давай начнём, наверное, с красных, потом серые, потом голубые, потом жёлтые, потом зелёные, потом уже белые и чёрные. Чтобы всем было видно. Я беру только заднюю часть мастер-хил на скользую верхнюю, мне не нужна. С ней очень удобно накладывать, снимать краску. Беру заднюю часть, вот как будто ты ножичком берёшь маслицу, намазываю. Да. Представь себе, что это кусочек хлебушка. И ты это красное маслице берёшь и намазываешь не очень толстым слоем, а можно в некоторых местах потолще. Да, намазываешь аккуратненько, регулируя рукой, поворачивая. Вот, чтобы у тебя приобрёл. Вот, как-то красиво входит, да? Можно даже отставить пожирнее кусочку. Вот, да? Клёво. Вот. Держимую стихию, ну да, пальчиком прижимаю коза-теню. Пальчиком, например, я вот здесь придерживаю, да? И набираю вот в вот этот образах. Лишнюю краску, вот, например, они будут, когда между собой пачкаться, да? Задела, там, например, синюю краску. Берёшь и вытираешь их. Да. Пиши. Ну, вот я буду брать поклоннее. Ага. Отлично. Вот, прям, как ты масло намазываешь на хлеб, представь себе, что это твой бутерброд. Так тебе будет проще. Вот, как на всякой еде-то, еде. Ну, вот, докрасим, потом сможешь покушать. Я разрешу. Надо быть голодным. Да, мне кажется, могу я покушать. Даже не знаю, когда уже. Да, уже потом. В старости. О, боже. Когда будет уже не до спорта. Ага. Ну, ты расскажи нам, как ты, я слышала, что ты была чуть-чуть поплотнее, побольше, да? Вот, как тебе удалось похудеть? На 20 килограмм. Ну, а... На 20, аж. Аж на 20. Я тут уже услышала, что я не одна такая. Не единственная, да. Да. Ну, да, я тоже похудела примерно на 25. Ну, сейчас немножко набрала, да, но было больше, конечно. Вот, ну, мне кажется, что тут сколько бы ни говорили, спорт, питание, самоуважение, потому что в один момент я понимаю, что, ну, надо себя действительно уважать, чтобы перестать есть всякую гадость. И понимать, что ты, ну, можешь позволить себе есть какую-то изысканную пищу. Да, ну, это не говорит там о том, чтобы есть омаров, устриц и только. Нет, я имею в виду, что хорошие продукты, качественные, свежие, вот, простые, без каких-то химикатов. Вот это же, это же очень все способствует и обмену веществ, и вообще, в конце концов, просто хорошему настроению. Ну, и, кроме того, спорт. Там, в данный момент я тренируюсь в среднем, ну, три раза в неделю, где-то вот, там, тренировки мои от полутора до двух часов. Раньше они были длиннее, раньше они были до трех часов в фитнес-клубе, в спортзале я проводила. Сейчас просто, конечно, мне уже для тренировок необходимо гораздо меньше времени, пожалуй, наверное, как считать, мой бизнес, фитнес-тренер. Вот, ну, мне кажется, здесь главное не надо. Все-таки артист, артист должен быть красивым человеком. Как однажды сказал мой коллега, Саша Булаков, да, Саша Булаков, чудесный. Он мне рассказал, он говорит, в США, мы, говорит, когда стажировались там, нам в продюсерском центре сказали, что люди хотят смотреть на людей сказку и смотреть на людей, на красивых, на научных. И чем менее они похожи на них, тем они более интересны. Ну, почти как боги, да? Придумали на себе богов, там, Греции, красавчиков, вот сейчас тоже. Если ты как бог, тебя любят. Ну, наверное, да. Так что будем все богами заниматься спортом. И главное, на самом деле, просто будьте здоровы. Потому что, ну, что значит быть богом? Ты же можешь быть богом для просто своего любимого человека, этого достаточно. Вот, просто будьте здоровы, берегите себя. Вот это очень важно. И цените себя, любите. Не позволяйте какому-то, я не знаю, обществу говорить вам, что вам есть, как себя вести, как вам выглядеть. Нет. Просто будьте собой, доверяйте самому себе. И, опять же, берегите себя. Какие хорошие слова. Спасибо. Сейчас серым цветом, везде, где есть серый цвет, закрашиваем вот эти вот части, которые мы заранее подрисовали, чтобы нам было удобнее, закрашиваем в серый цвет. Потом мы возьмем синий цвет. Будем закрашивать в синий. А как мы получили серый цвет? А серый цвет мы намешали белую краску и взяли индига. Можно добавить немножко коричневой краски, чтобы получился у нас такой вот более теплый цвет, более теплый оттенок. Вообще расскажу, как нам мешать легко, без черного цвета, серый цвет. Берем белую краску, добавляем туда коричневую и добавляем немного синий. Я как настоящий художник уже все в краске. Ничего, нормально, у тебя там даже на щеке была краска. Вот, понимаете, вот все уже, боевое крещение. Скажи, уже чувствуешь себя художником? Да я, нет еще. Нет, нет еще. Я думаю, когда я поставлю свою подпись под этим шикарным полотном... А потом, как посыпятся заказы на изготовление картин, ты будешь ко мне приходить, Люба, я взяла заказов на 10 тысяч долларов, помоги мне, давай нарисуем картины. Нам нужны помощники. Нам нужны помощники, да. Так что приходи потом на мастер-классы, еще заниматься, может быть, ты будешь поющим художником. Мне кажется, что это очень хорошая идея. В любом случае, на мой взгляд, не стоит останавливаться на какой-то вот, умеешь ты что-то хорошо делать, и вот делаешь себе, и ничего другого нового не пробуешь. Мне кажется, это в корне неправильно, особенно для творческого человека. Потому что, вот, когда ты начинаешь заниматься чем-то еще, это начинает тебя развивать, и это дает тебе совершенно другой новый взгляд на свое же искусство. Вот, на свое же... Некоторое время тому назад я начала потихоньку изучать изобразительное искусство, как-то интересоваться, смотреть, ходить в музеи. Потому что признаться к стыду, конечно, к моему великому, где-то, ну, даже года там, четыре тому назад я не находила время для этого. Просто мне всегда казалось, что, ой, ну я так занятая. Я же очень занятой человек, чтобы становиться образованнее. Ходить в каким-то музеем. В каким-то музеем. Так, сейчас мы синим цветом закрасили и желтым, вот, место. Да, сейчас мы берем зеленую краску. Тут все очень просто. Закрашиваем наши размеченные места в разные цвета. Делаем его очень таким цветным, разноцветным. Вот так, как нам нравится. Расскажи, а где у вас концерты проходят? Вы по всей стране ездите или где-то в определенном месте есть? Как группа вообще называется? Группа такая называется, Анжелика Фролова, Анжелика Фролова. Вот, много раз я думала, может быть, придумать какое-то название, но решила, что, пожалуй, наверное, нет. Ладно, имени себя. Ну, я по большому счету создатель этого коллектива, его руководитель, вот, поэтому, и художественный в том числе. Вот, поэтому, почему бы и нет? Кроме того, мне интересно собирать, это все разные мои проекты. У меня есть проект клубной музыки. Еще у мамы тоже, в общем-то, это один из моих проектов. Вдвоем его с Викой создавали. Вот, у меня там, у меня есть проект романсовой музыки. Очень красивый, очень интересный, очень необычный. Сейчас мы сотрудничаем с молодыми музыкантами из Московской консерватории. И я вам скажу, это просто, это так красиво, что мне иногда хочется плакать, когда это слушаю. Вот, но, а бэнт, бэнт это моя душа, бэнт это мои музыканты, это такие-то мои друзья, мои лекари. То есть, когда я там начинаю переживать о чем-то, они меня терпят, они не поддаются на мои какие-то... Да, 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 потому что я, конечно, перед концертами просто я начинаю сходить с ума. Мне кажется, что ничего не готово, что все, господи, все, мир кончен. Мир завтра просто перестанет существовать. Вот, а они как-то так спокойно, спокойно это переживают и... Да, они вообще не переживают, мне кажется. Ну... Я представляю картину, носишься такая по сцене, а, ничего не готово, они там сидят пирожки кушают. Да, все в порядке. Да, примерно так оно и есть, откровенно говоря. Но именно, вот именно в этом, мне кажется, преимущество мужчины. В том, что он сохраняет спокойствие в то время, пока мы отдаемся, да, предаемся эмоциям каким-то. При этом понятно, что все делает женщина, просто она носится, делает, а мужчина спокойен, потому что ты знаешь, что женщина все равно все сделает. Говорит, да не переживаю, все в порядке. Да, не знаю, мне кажется, что... Но именно это спокойствие просто иногда делает большую работу, чем наша вот эта шумиха. Потому что, ну, как говорила моя бабушка, ах, моя любимая бабушка, дурная голова ногам покоя не дает. И часто мы в суете вот этой, не обдумав все хорошенько, начинаем просто сами себя изводить и все. И тратим и силы, и время. А в то время, как, например, рассудительный, прекрасный мужчина скажет, дожди, потерпи, посиди, посмотри. И ты, если прислушался, понимаешь, господи, как здорово, я же мог столько всего лишнего наделать, наговорить, потом жалеть. Вот, мне кажется, вот в этом как раз силой основная мужчина. И они, конечно, с этим справляются изводить. По краям особо не задевать, краешки. Если у тебя попал другой цвет, вытирай. Это же, да, присоединяйте. А вот скажи, это же, небось, я просто не очень поэтому понимаю, вот, но ведь наверняка у художника еще и важно прикосновение кисти его, какой-то особый штрих. Конечно, да, рука читается, можно очень легко определить. Именно по мазку, да, именно вот? По движению мазку, характеру, потому что разный нажим, разная особенность, ну, то есть рука читается, да. Кто-то там штрихует часто, кто-то делает неаккуратные такие, либо липоватые штрешочки. Какие? Да, вот тут вот у тебя, видишь, своя манера появляется. Вы что-то такое, рывками через сглаживание, да, чтобы поглаживать. То есть даже художникам неизвестная, например, неподписанная картина, как определяют, что это именно тот художник был, да, какой-нибудь известный, без подписи, но определили, что это его руки, картина. Как раз, да? Просто манера, да, определяют манеру, как в этот период, например, работал этот художник, сравнивают. Как письмо, да, написать, рука тоже читается. Это же... Почерк. Почерк, да, человека. Согласен. Всё просто. Вот своя манера, как ты думаешь, это врождённое или это приобретённое? Нет, это всё приобретается. Приобретается, да? Врождённое. Я когда начинала рисовать, я рисовала каляку-маляку. Если бы я бы сказала, что да, это врождённое, то я бы сейчас каляку-маляку рисовала бы. Вот с чем родилась, тем и... Это, наверное, как бы... Нет, но я имею в виду, что потенциал всё-таки. Ну, это приобретённое. Ты потом работаешь в той манере, в которой тебе нравится, да? Мне нравится мастихин. Я стала работать мастихин. Мне нравится именно делать крупные квадратные мазки. Я работаю так. Кому-то нравится вот такими палочками делать, кому-то кистью надо. Мне нравится. Поэтому здесь всё как... Ты сначала всё пробуешь, а потом уже выбираешь, что нравится. В той манере и работаешь. Смотри, сейчас нам надо будет закрасить всё равномерно зелёным фоном, зелёным цветом. А чё мы будем тоже... А тоже мастихином, да, это делается быстро. Берётся жёлтая краска. Добавляется туда капелька бирюзы. Да, небольшое количество, чтобы получиться такой яркий, приятный цвет. Размешивается, можно даже не очень аккуратно. И начинаешь... Ой, вот это же сейчас моя любимая работа. Давай, самую любимую работу. Всё, вот ради чё вы меня пригласили. Даже не задумываясь, как будто просто вот замазываешь сплошняком большой бутерброд зелёного масла. Только не задевай аккуратненько. Смотри, покажу, как избавляться от этих неприятностей. Вот взяла, вытерла. Да, мастихин? Чувствуешь, как ты это стёрла? Да, осторожно подходи вот к этим краям. Да, да. Чувствуешь, когда начинает мазаться? Просто стирай, потому что схватила краску и начинаешь размазывать. Да-да. Поэтому аккуратненько, не смешала. Каждая у нас чёрный цвет, аккуратно подходи. Так? Да. Схватила, видишь, вытерла. Да. Ну, я буду сменить по крайней картине. Ага. Ну, пока по крайней. Подходи, не бойся, тебе же надо научиться. И не размахивайся, делай поменьше движения. У нас осталось аннексовать глазки, да? Да. Рисуем просто чёрным цветом, закрашивайте наши собаки. Просто закрашиваем чёрным цветом. И потом блики. И ставим блики, да, точечки. Вот аккуратненько. Можешь попробовать закрасить чёрным цветом. Аккуратненько. Можем даже это делать не мастихином. А кисточкой? Можем даже сделать кисточкой дальше. О, это было бы и не мастихином. Берёшь кончиком и ставишь вот здесь вот. Вот здесь, да? И вот тут тоже. Точечку маленькую. Сверху. Так. И тут-то там. Ну, класс. Как тебе? Ну, почти. Почти. Чуть-чуть-чуть. Угу. Да, смотри. Блики можно для того, чтобы добавить красоты. Да. Зеленцу можно ещё немножко вот здесь добавить, да? И он, да. Чтобы как бы сделать отражение от зеленого фона. Так, чтобы было поинтересней. Да. И еще так. Дорогие друзья, я всю жизнь мечтала о собаке, а у меня всегда были коты. Да, вот тебе. Теперь у меня появилась собака. Собачка. Собачка, да. Ну, расскажи о своих ощущениях, впечатлениях. Ты первый раз основала, и у тебя получился такой вот пёсик. Ну, я хочу на самом деле рассказать историю. Дело в том, что совершенно скоро мы выпустим песню. Песню, которую я написала на картину. Да. Интересно. И последствия, это первая была песня, которая была написана именно под впечатлением от картины. И впоследствии появилось еще несколько песен. А сегодня я явилась создателем одной из них. И, может быть, когда-нибудь я создам картину, на которую напишу песню. Вот так. Поэтому спасибо вам. Может быть, на его там же напишешь песню? Ну, может быть. Есть ли про щенка? Да, да. Про любовь, счастье и мир. Спасибо большое, потому что это очень интересно. Это очень познавательно. И это удивительно рисовать впервые. И еще это классно. Спасибо большое. Мне всегда приятно, когда человек, который делает это в первый раз, получает такое море положительных эмоций, и, друзья, рисуйте, пойте вместе с нами, вот, как Анжелика Фролова, слушайте ее песни замечательные. Так, кстати, скажи, как называется твоя группа еще раз? Моя группа называется Анжелика Фролова. Это все очень просто, друзья. Да, ищите в интернете ее композиции, слушайте, рисуйте. И всем творческих успехов. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok